Всем привет! С вами я, Паську Александр и канал Правильный Бодибилдинг. Это очередной выпуск из рубрики Техника Упражнений. И сегодняшнее коротенькое видео называется следующим образом. Зачем нужно сводить лопатки во время жима лежа? Техника 83. Существует и так достаточно видео по технике в жиме лежа и у меня на канале, и на других каналах. Куча объяснений, почему нужно сводить лопатки из соображений безопасности для плечевого сустава. Ну, уточню, что зафиксированная лопатка является очень хорошей опорой для плечевой кости. И, соответственно, достигается большая стабильность плечевого сустава. Это понятно. Плюс еще одна уловка именно у жимовиков-силовиков. Сведенные лопатки так или иначе опускают плечевые суставы вниз и, соответственно, уменьшают амплитуду самого движения в жиме лежа. Это все знают или почти все знают. Ну, по крайней мере, этих описаний. Причин этих двух, да, по которым нужно сводить лопатки, достаточно на ютюбе. Но есть еще одна причина, о которой очень мало кто упоминает. Но сначала небольшой экскурс в анатомию. Итак, начнем коротенький экскурс в анатомию. Откроем нашу верхнюю оконечность, руку. И немножко присмотримся к мышцам, которые участвуют в жиме лежа. Ну, к трем ключевым мышцам, да. Грудной мышцы здесь нету, но это так понятно, что она работает в разной степени, но все-таки работает. Дельта, которую мы сейчас уберем. Дальше подосная мышца уберем. Мышцы манжеты все надосная. Малая, круглая. Большая, круглая. Уберем еще под лопаточную мышцу, чтобы она не отвлекала наше внимание. И обратим внимание на то, какую мышцу я оставил. Оставил я трицепс. Суть в чем? Есть у трицепса три головки. Латеральная. Самая глубокая, вот она. Медиальная. Она отдельно здесь выделяется. И длинная головка трицепса. И вот латеральная и медиальная протянуты от костей предплечья до плечевой кости. То есть они контролируют сугубо один локтевой сустав. И к лопатке, по сути, отношения не имеют. То есть они исключительно разгибатели предплечья. Но длинная головка трицепса крепится к лопатке. К ее, скажем так, присуставной. Сейчас отцентрируем. Присуставной части. Вот. Крепление длинной головки к лопатке. Суть в чем? Когда мы выполняем жим лежа, три ключевых мышцы должны работать в полной мере. То есть грудные мышцы, дельты и трицепсы. Ну если, конечно, у нас стоит задача именно вес в жиме лежа какой-то преодолеть. То есть если у нас стоит задача силовых результатов. Вот. Все три мышцы должны максимально возможно участвовать в работе для того, чтобы в итоге поднять максимальный вес. Так вот. Если мы лопатку не фиксируем, то мы теряем потенциал в жиме лежа у длинной головки трицепса. Вместо того, чтобы разгибать локоть предплечье в локтевом суставе, она будет подтягивать к себе лопатку. То есть силовой потенциал длинной головки будет очень сильно утрачиваться. Еще раз. Для того, чтобы самая большая, самая сильная потенциально головка трицепса, которая является длинной, максимально могла приложить усилие во время жима лежа, лопатка должна быть зафиксирована. Подтянутая лопатка к позвоночнику является хорошим надежным якорем для длинной головки трицепса. Когда мы подведем лопатку к позвоночнику и зафиксируем ее там с помощью трапециевидных мышц, ромбовидных мышц, зубчатых мышц, заякорим ее там и заставим, сопротивляясь, быть на месте, тогда, когда мы ляжем в положение лежа, для жима лежа и поднимем руки перед грудной клеткой со штангой, длинная головка трицепса очень хорошо натянется. Она получит предварительное натяжение, которое очень хорошо ее активирует и тем самым позволит ей хорошо включиться в работу для разгибания предплечья в локтевом суставе. Если мы отпустим лопатку, то в момент максимального усилия длинная головка трицепса выберет самый легко подтягиваемый объект. Соответственно, она уже будет подтягивать лопатку вот сюда, как бы проворачивая, да, относительно локтя, а не будет разгибать предплечье в локтевом суставе относительно лопатки. Вот такая вот петрушка. Сейчас посмотрим мышцы, которые должны удерживать лопатку. А мышцы, которые будут удерживать лопатку возле позвоночника, вот здесь сейчас лопатка находится подтянутой к плечевой кости и, естественно, в этом трицепс тоже участвует. Так вот, когда мы лопатки сведем к позвоночнику, их там будет удерживать трапециевидная мышца, особенно средняя и нижняя ее секции, ромбовидная, большая, малая. Но это еще не все. Есть еще вот верхняя зубчатая, задняя, она тоже будет в этом участвовать. А для того, чтобы лопатка не оттопыривалась и плотно прижималась к ребрам, в противодействии к верхней и задней зубчатой, должна очень сильно работать передняя зубчатая мышца. И она будет балансировать положение лопатки и держать лопатку плотно прижатой к ребрам. Вот мы ее тоже уберем. Все эти мышцы, передняя зубчатая, задняя зубчатая, большая ромбовидная, малая ромбовидная и трапеция, все вместе должны участвовать в удержании лопатки. Поэтому жимовику однозначно нужно тренировать фиксацию лопаток и, естественно, тренировать трапеции, для того, чтобы во время жима лежа можно было спокойно удерживать лопатки. И эти мышцы все в совокупности были сильнее штанги, которая под собственным весом не могла бы сдвинуть лопатку, провернуть вот сюда, к плечевой кости. Ну, в принципе, в описании анатомии я уже все рассказал, по сути. Ну, сейчас просто немножко бегло, быстро повторю. Зафиксированная возле позвоночника лопатка является очень хорошим якорем и точкой натяжения для длинной головки трицепса. Длинная головка трицепса – это самая большая потенциально и самая сильная головка трицепса из всех трех, если брать медиальную, латеральную, длинную. И вот если не фиксировать лопатки и позволять им двигаться во время жима лежа, мы тем самым будем терять силовой потенциал длинной головки трицепса, потому что ей будет легче не разгибать руку в локте, да, там разгибать предплечье во время того, как кистью держит тяжелую штангу, а подтягивать лопатку на себя в соответствии с вектором своего натяжения. То есть она будет как бы проворачивать лопатку вниз к себе и таким образом пытаться сблизить лопатку и локоть. И за счет того, что лопатка будет двигаться, все свои силы, длинная головка будет прикладывать именно к ней, а не к предплечью для того, чтобы разогнуть его в локте и тем самым выжать штангу. Эта тема на самом деле началась когда-то давно, еще года полтора, наверное, назад, когда Дмитрий Смирнов мне задал вопрос в личной переписке в директе в Инстаграм. Дима, кстати, привет. Он спросил, хотя ответ он на это дело уже давным-давно знал, но хотел узнать мою точку зрения. И он спросил, Сань, как ты думаешь, жимовику, силовику нужно ли качать трапеции? Ответ у меня пришел автоматически сразу через несколько минут, когда я представил себе вообще технику жима, участие всех мышц и частей скелета в этом упражнении, в этом движении. И получается, что жимовику трапеции действительно нужно качать для того, чтобы крепче, плотнее и увереннее держать лопатки возле позвоночника. Естественно, трапеция это не одна мышца, которая в этом участвует. В удержании лопаток участвует еще целая кучка мышц, которые я перечислил в анатомическом экскурсе, скажем так. И трапеция из всей этой группы мышц самая массивная и самая сильная. По крайней мере, она рассчитана на такие нагрузки, соответственно, она вполне спокойная, если хорошо развита уже на века, будет помогать всем остальным мелким мышцам глубоким удерживать лопатку в необходимом прижатом к ребрам и подтянутом к позвоночнику положении. Естественно, если мышцы, которые должны удерживать лопатку и, скажем так, якорить ее слабенькие, то определенный вес штанги окажется слишком большим, и они не смогут справляться даже с усилием длинной головки трицепса, которая будет смещать лопатку ближе к плечевой кости, проворачивая ее вниз. А происходит это все достаточно простым способом. Я сейчас спиной повернусь и попробую показать. И вот я в положение для жима лежа беру палку, свожу лопатки, опускаю их чуть-чуть вниз. И жим происходит вот таким вот образом. Лопатки сведены, и трапеция в данный момент у меня очень хорошо напрягается и удерживает их. Что будет происходить, если... И, кстати, сведенные лопатки автоматически направляют локти немножко ближе к туловищу. Из Т-образного в такое, в перевернутое В-образное положение. А вот что будет происходить, когда лопатки не фиксируются. Вот, я их свел, опустил в штангу, да. А дальше... Мало того, из этого положения очень легко локти будут выскакивать в Т-образное положение. И при недостаточной нормальной фиксации лопаток и стабильности плечевых суставов очень резко возрастает риск травмировать именно сами плечевые суставы. И это все, казалось бы, полезно для жимовиков, силовиков. А как насчет билдерской техники и насчет накачки грудных мышц? Сохранять ли ту же технику? На самом деле, да. Во-первых, вопрос о безопасности. Во-вторых, вопрос работы трицепса. И потому что жим лежа, это все-таки базовое многосуставное упражнение. И, естественно, оно призвано прорабатывать целый массив мышц. Не только грудные мышцы. Но и учить их работать в связке с дельтами, с трицепсами, еще с кучей целых мелких мышц. Вот. Но и это еще не все. Естественно, с помощью нейромышечного контроля, развивания нейромышечной связи, нужно уметь выделять, да, напрягая грудные, в работу эти грудные мышцы во время жима лежа. Для того, чтобы они все-таки брали на себя свой максимум и поднимали свой максимум в жиме лежа. А не просто были ассистентами у дельт. Вот. Так вот, сведенные вместе лопатки, вот, опущенные сведенные, автоматически растягивают грудные, потому что плечевые суставы опускаются вниз. И тем самым это создает предварительное натяжение грудных мышц, которые способствуют большей их активации. Дальше остается только их напрягать в этом положении и учить их работать в жиме лежа. То есть предварительное натяжение мышц, и в частности грудной мышцы во время жима лежа, это только благо для нее. То есть не надо забывать про то, что есть рефлекторная дуга, которая, в принципе, и активирует частично некоторые мышечные группы, особенно постуральные глубокие мышцы, которые на этом рефлексе постоянно и работают. Но он точно так же имеет право на жизнь и для поверхностных мышц. То есть у мышцы очень хорошо должен быть развит рефлекс. Растягивание приводит к автоматическому ответному напряжению. И вот преднатяг каждой мышцы, как и длинные головки трицепса при сведенных лопатках, для грудных точно так же срабатывает на более качественные включения в жиме лежа. Поэтому для билдерской техники это так же актуально. Базовые упражнения – это базовые упражнения, рассчитанные немножко на другие цели. И они не являются формирующими. Пиковое сокращение в изоляции – это уже формирующее упражнение, которое формирует определенную выпуклость и форму мышцы. У мышц изолирующих вот такая функция – формировать. А у базовых нет формирующей функции. Поэтому не всегда нужно добиваться именно пикового сокращения у базовой мышцы профильной, в базовом каком-то упражнении. Достаточно от нее добиться предварительного натяжения и качественной, уверенной, мощной работы во время движения в той амплитуде, и в том натяжении, и в той степени сокращения, которая ей доступна при этой правильной технике. На самом деле в этом видео я рассказал маленький-маленький кусочек того, что написано в моей книге. Как что касается работы пастуральных и поверхностных мышц, как что касается отличия между базовыми и изолирующими упражнениями, как и то, почему нужно сводить лопатки. В моей книжке о лопатках еще кое-что написано, ну и много чего другого написано о мышцах. Сейчас она, кстати, проходит процесс верстки перед печатью, и когда верстка будет закончена, книжка отправится уже в печать. Ну и тогда я уже объявлю о старте ее продажи. У меня будет достаточно много уникальной информации, которую вы нигде не найдете, вообще нигде. И книжка сама составлена из целой кучи информации, которую я собрал по целой, по сотням, может быть даже по тысячам источников, которые я прочитал за лет 5-6 минимум. И, соответственно, книжка наполнена полностью моими выводами из той информации, которую я когда-то получил. Соответственно, она не является кое-пипастом, а книжка именно мои мысли и мои выводы. И, соответственно, вы их мало где найдете у меня на канале, а если не брать мой YouTube-канал, то эти мысли вы не найдете больше нигде, по крайней мере, из тех доступных источников, которые могут быть там в интернете или в печатном виде. Ну, а по книжке я запишу потом отдельное видео, которое я выпущу после того, как книжка уже в печатном виде попадет мне в руки. А пока вот такая вот маленькая рекламка. Я надеюсь, что в течение недели, максимум двух недель, она уже будет напечатана. А у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, делитесь этими видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мои тренировочные курсы, заходите в гости в Instagram, на форум, другие в соцсети. Все, о чем я только что сказал, самое важное, находится в уголочке в подсказках к этому видео и основным массивом более развернуто в виде ссылок находится внизу в описании под этим видео. А с вами был Паську Александр и канал Правильный Бодибилдинг. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok